Так давайте же я вам расскажу, что же я купил вчера на зимнюю ночь распродаж в Оужен Плазе. Из вещей я купил двуспальное одеяло, пододеяльник на него и кофту. Ну а также украшения и декорации к оформлению квартиры к Новому году и Рождеству. Ну а теперь обо всем поподробнее. В магазинах появилась коллекция к Звездным Войнам. Это связано с тем, что скоро выходит новый фильм «Звездные Войны. Герой 1 из Гой» или как он там называется? Книга 1, фильм 1 из Гой, глава 1. Глава 1 из Гой, кажется, он так называется. Я вчера показывал и мерил многие вещи, поэтому ссылку на вчерашний день я оставлю в описании. Я был бы уже не в Плазе на зимнюю ночь распродаж. Если вам это интересно, вы по каким-то причинам посмотрели, ссылка будет в описании. Так вот, в магазине Хаус я купил кофту, я долго думал, какую кофту белую и красную. Но красная была с Чубакой, а у меня уже такая есть. А это с Дартом Вейдером. Вот такая кофта. Она чем-то похожа на мою прошлую кофту с Чубакой, но это Дарт Вейдер, а то Чубакой, и это совсем всё разное. И она полностью чёрная. Впереди рисунок Дарта Вейдера, сзади он тоже чёрный. И всё, наступила зима, холодные вечера, и надо как-то себя согревать. У меня было односпальное одеяло, но я решил утеплиться и купил двуспальное большое одеяло. Ну а также новый пододеяльник. Я всегда хотел белый пододеяльник, а у меня его никогда не было, поэтому у меня теперь появился белый пододеяльник для моего нового одеяла. Мы её с вами открываем, и здесь куча всего интересного. Кстати, я забыл вам сказать, ещё в хаосе я купил носки со Звёздными Войнами. Здесь тоже Дарт Вейдер, и на другой паре тоже Дарт Вейдер. Хоть я и не люблю длинные, но зимой, думаю, можно будет пару раз надеть. В коробке находится куча дождиков. Два дождика это для оформления двери, моей входной двери в комнату с одной стороны, а и два белых дождика для оформления комнаты с моей стороны. Тоже повешу вокруг поката. В общем, буду оформлять, вам покажу, что я придумал. Потом ещё новогоднее украшение на ёлку. Это, я не знаю, кто медвежонок или ещё кто-то такой беленький, пушистый, и мне он понравился. Также я нашёл свою заветную мечту, о которой мечтал почти сутки. Это гирлянда, которая работает от батареек, то есть её не нужно подключать к розетке, просто достаточно вставить в неё батарейки. Кстати, батарейки я тоже купил, целых 12 штук, они мне пригодятся, потому что я не знаю, сколько они будут держать в заряд, поэтому взял несколько, чтобы было и про запас, и на час хватило. Открываем с вами коробочку, и здесь инструкция. Не допускается одновременно использование новых и использованных батареек. При установке батареек необходимо соблюдать полярность. Использованные батарейки необходимо извлечь из устройства. Данные гирлянды, световой шнур, предназначены только для декоративных использований. Изделия не принадлежат для использования в качестве бытового осветительного прибора. Не выбрасывайте электротовары вместе с бытовыми отходами. Просьба использовать специальные, предназначенные для этого цели, контейнеры. За дополнительной информацией по утилизации обращайтесь в местные органы, власти или к дистрибьютору. Конструкция ничего толком не говорит. И вот сама гирлянда. Я её, кстати, ещё не открывал. Достаем. Тут наклейка. Исключительно для использования внутри помещений. Только для внутреннего выкоростания. То есть только в квартире, только в помещении и никакой улицы. Ого, она такая длинная, длинная гирлянда. Я думал, что она будет покороче, она... Сколько здесь метров? 20 лампочек, 2 метра, полтора ватт, размер АА. Тут у меня размер тоже вроде бы АА, потому что я специально... Да, размер АА и вроде как оно должно войти. Так вот, я взял две такие гирлянды, потому что на Алиэкспресс одна стоила 78 гривен, а я купил по 45 плюс батарейки, то есть намного выгоднее получилось и ждать не нужно долгое время, когда она дойдёт мне из Китая. Две пачки ваты, это вата листовая, то есть она цельная, как лист. Просто она вот так вот сложена, не круглая, а листовая. Я её расправлю и смогу положить. Я буду вату использовать в качестве снега. Ну а на этом я заканчиваю распаковку покупок, потому что я показал вам всё. Я у меня несколько вещей. Кстати, сколько она стоит? Ну, в принципе, она столько и стоит недороже. Кстати, в этом магазине нету скидок. У меня смешные чувства. Спасибо. Спасибо.